Вечером Владимир Евдокимов поехал за супругой, чтобы забрать ее с работы, но от дома отъехал недалеко. Прошел дождь и дорогу размыло. Машину стянуло на обочину. Спускался вниз, занесло. Зад впереди меня. Ну как-то выворачивать стал выворачивать. Занесло сюда. Сразу перед провалился, перед. И следом зад провалился. То есть вам пришлось оставить здесь машину? На ночь оставил. Что я ночью сделаю? Утром мужчина начал вытаскивать машину. Ему на помощь пришли соседи. Возволение автомобиля из ямы заняло несколько часов. Соседи вспоминают. Несколько лет назад подобная ситуация произошла и на их участке. Екатерина тогда была за рулем. Получила травму. Тоже размыло. Мы выезжали с нашего участка поехать. И у нас машина резко упала. Половина часть завалилась машина. Колесо провалилось. Я ударилась головой об ручку, которая держится. И у меня получилось то, что гематома вот в этой области. Мы поехали в травму. Меня сняли. Ну и зафиксировали сотрясение мозга. Екатерина рассказывает, что жители обращались в администрацию сельсовета. Людям объяснили, что сейчас никаких работ делать не могут из-за плохой погоды. Тогда собственникам дома пришлось самостоятельно решать проблему. В ход пошёл строительный мусор. Каждый год они засыпают яму своими силами. Но каждый раз это место проседает. Представители же администрации сельсовета говорят, что в последнее время обращений от жителей с подобными жалобами не было. По ранечным ситуациям, которые были раньше, ни к нам не обращались никто. То есть, люди, может быть, там ямка образовалась, сами засыпали. В администрацию никто не приходил. Поэтому сейчас мы тогда всё будем смотреть. Проедем по всем газопроводам. Газопровод находится на обслуживании фирмы, расположенной в Бердске. Сейчас руководство сельсовета направит туда заявку. В рамках договора обслуживающая организация должна устранить проблему.